Ну привет, милые зрители! Это Вятка Тудей. Как новости, только душевнее в этот душевный, но уже очень осенний понедельник. В студии Роман Корнеев и вот что сегодня мы для вас приготовили. Смотрите внимательно. Выездная рубрика «Ай-яй-яй» с улицы Лепсе. Ну вот наш двор, фото которого послал семянных неделю назад. Очень глубокий и грязный рейд по лужам в исполнении Оли Бакиной. Я не могу достать ногу. Там какие-то зыбучие пески. Вятские музыкальные зарисовки в рубрике «Спилбергу нравится». Это настроение черный, а на губах помада цвет ликерный. И как же поднять себе настроение в рабочий понедельник? Ну вы меня озадачили. Начнем с новости. Кировские управляющие компании заставили ежедневно отчитываться о вывозе мусора. Уж не знаю, как это получится у управляющих компаний, а вот наши зрители еженедельно отчитываются о вывозе мусора. И получается это очень интересно. Итак, еженедельный отчет от кировчанина Михаила, который проживает на улице Лепсе. Рубрика «Ай-яй-яй». Ну вот наш двор, фото которого посылал Демяна с неделю назад. За эту неделю навели порядок. Контейнеры даже на дорогу выставили, потому что из-за кучи уже некуда складывать. Прекрасный вид. Но не только мусор раздражает жителей нашего города Например, кировчане очень не любят выйти из дома в светлых красивых ботиночках А потом попасть в лужу и прийти домой грязным и сырым Оля Бакина решила взять этот момент на заметку И отправилась сегодня в рейд по самым грязным, глубоким и неприятным лужам Каждый день к нам в редакцию поступает все больше и больше звонков от кировчан Они говорят, вы знаете, у нас во дворе лужа Приезжайте, посмотрите, у нас во дворе море разлилось Ну мы такие, раз зовут, надо ехать Впервые для того, чтобы пойти в гости, я беру с собой не тортик чаю, а резиновые сапожки Помните, еще в детстве было огромным удовольствием и счастьем пошлепать в резиновых сапогах по луже Не скажу, что я счастлива сейчас, но тем не менее, пошлепали Лужа у дома Поваровского 74А пока без сюрпризов Но посмотрим, что будет дальше Она вон докуда расплескалась У меня, кажется, сапоги протекают Первая отличная новость за день Заботливые жители окрестных домов приготовили даже спасательный круг Для тех пешеходов, которые не умеют плавать, ну таких, как я Вот он, родимый, лежит Успокаивает Плюсы нужно искать абсолютно в любой ситуации Давайте попробуем Ну, например, вот эта лужа у дома 11 по улице Сурикова Она очень красивой формы Правда, на этом плюсы заканчиваются в ситуации, но я попыталась Расскажите, пожалуйста, давно ли у вас такая красота во дворе? Красота всегда такая была во дворе Как это называется, думаете? Какое слово подберем? Цензурных не существует Я не могу достать ногу Там какие-то зыбучие пески Могу предположить, что любимое занятие детворы из окрестных домов Это пускать кораблики в лужи А что тут еще поделаешь? Жители дома 32 по улице Некрасова уже всерьез подумывают о том, чтобы открыть новый бизнес Продажа лечебной грязи Я не уверена, обладает ли эта грязь хоть какими-то лечебными свойствами Но одно точно ясно Ее здесь в достатке Можно измазать весь район Выше ноги от земли по-некрасовски Как вы тут ходите? С величайшим удовольствием отвечу Скоро буду мусор выбрасывать вот там, где грязь начинается Значит, у меня вообще такое впечатление, что там сюда кто-то подсыпает вот эту грязь Я тут живу и на каждый день выкидываю мусор И как это делается? Вот там вот обхожу Вот так вот обхожу и туда Может быть у вас есть парадные резиновые сапожки, как у меня? Нет Пора задуматься А вообще какое отношение к служившим? Ожаловались? Бесполезно Говорят, танки грязи не боятся Так вот, автомобилисты этого двора автоматически становятся танкистами Жижа дня Самая глубокая, самая протяженная лужа На самом деле, титулы и звания можно придумывать сколько угодно Просто от всей души хочется, чтобы наконец-то в наших дворах стало чисто И лужи пропали Оля Бакина специально для Авиатка Тудей Ну ладно, поприезжали и хватит Давайте переходить к чему-нибудь позитивному Кировчане не только любят ругаться, но еще и они творческие люди Вот, например, группа кировских молодых людей Под гармошку исполнила кавер-версию песни Цвет настроения синий И мы решили, что самое время именно для этого видео возродить рубрику под названием Спилбергу нравится, Спилберг улыбается Итак, смотрим вятское творчество Спилбергу нравится, Спилберг улыбается Цвет настроения черный Она губа помада цвет ликерный Она на черном стиле Она так чувствует себя богиней Ну что мы с вами можем сказать по поводу этого клипа? Ну хотя бы ребята не воруют Молодцы А мы переходим к традиционному опросу, который снимал Оля Бакина Я вас спросил у кировчан, как же поднять себе настроение в рабочий понедельник И вы знаете, у кировчан есть свои рецепты Давайте поулыбаемся вместе с ними Понедельник дождь зарядил с самого утра И даже деревья, кажется, плачут Но грустно не всем Давайте узнаем у кировчан, что же их может обрадовать в пасмурный понедельник В такую плохую погоду в понедельник Что вас радует? Чем себе настроение поднимаете? Смотреть сериалы, вкусняшки всякие есть Я поднимаю от настроения ходить в тренажерный зал Вы фитоняшка В такую плохую погоду в понедельник Что вас радует? Ничего Почему? А любовь? А, ну только это если Да, как сладко-то Меня тоже бы кто-нибудь согрел Анатолий Да вообще все хорошо Отлично Такое настроение Листочки такие оранжевые Вообще хорошо Тепло Что еще надо? Понедельник Начало недели Что же еще? Хорошее начинание А петь хочется в такую погоду? Вы меня озадачили Скажите, а что в такой пасмурный понедельник может вас обрадовать? Дома тепла нету Не включали Дома, значит, температура на кухне плюс 7 Влажная, 70% Не можем включить обогреватель Включаешь обогреватель? Конечно, коротит Да бардак Бошки отрывать надо Все хорошо? Счастливый человек не может не радоваться ничему Стройня хорошее Хорошее? Почему? Жизнь хорошая Да вы что, а в чем секрет? Пенсия сегодня Пенсия сегодня Да вы что? То есть завтра, когда пенсии не будет, будет уже не такое хорошее настроение Может быть Подводный душ-массаж Нафталановые аппликации И еще карбосектура Это точно цензурное слово? Нет, цензурное Поэтому лечитесь Делайте просилактику Позволяйте себе все, что вам пожелается Что нашептало погоду вам сегодня? Нашептало хорошее настроение Я думаю, что будет удачно, счастливый день Да Как всегда Будьте всегда позитивными Спасибо большое Вы тоже такая красивая Будьте такая же красивая Ой, не останавливайтесь Оля Бакина специально для Вятка Тудей Будьте оптимистами И на сегодня это все, что мы для вас приготовили Если у вас есть интересные новости Присылайте их в нашу редакцию В Судии был Роман Корнеев Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин